Привет, зрители! Я решила снова поесть на камеру, хотя вообще все, что тут записано на эту камеру в этот сезон, в этот приезд, пока еще ничего не монтировала. Народ, рыбный суп на основе консервы и васи. Доброфлот, что ли? Тут, значит, зажарка на кокосовом масле. Морковка и лук, это я в городе делала. Потом петрушка. Ну, морковка, это, кажется, зажарка. Помидорка. Петрушка с одного огорода, родственного помидорка с нашего сада. Картошка, по-моему, это тоже с нашего сада. Ну, короче, картошка, петрушка, помидорка, консерва рыбная и васи. Зажарка, лук, морковка, соль и все вроде. Ну, такое ощущение, что соли как-то я мало положила. Хоть я и салила потом отдельно. И хлебушек. Он у меня в холодильнике лежит, потому что, ну, как бы там дольше хранится. Соль. У нас что-то снова жарища. Двадцать семь в теньке, сейчас три часа. Даже минут десять четвертого. У меня такой поздний обед. Я что-то долго не хотела есть, а потом поняла, что, наверное, все-таки хочется поесть или надо хотя бы суп поесть. У меня тут тоже шарахаются. Невеводимые. Ммм. Шкурка помидорки что-то у меня не ест совершенно. Супчик сварен на плитке. Ммм. Второе у меня медленной варки еще не дошло, но оно скорее всего на ужин будет. Так у меня еще есть огурец порезанный, почищенный от шкурки с солью блюдами сзади камеры. Вот этот кусочек, его наверно там видно, это кусочек от предыдущего ролика, точнее из предыдущего ролика делала обзор на чемодан советский, это кусочек чемодана, я хочу его потом опрямоугонить, у меня в городе есть такое что-то типа между мешком и наволочкой, простернуть его на всякий случай, засунуть туда этот прямоугольник 29 см на 38 см, сшить его по бокам, у меня будет кармашек под планшетик, что-то это рыба и вообще не соленая. что-то я так думаю, может мне еще тарелочку слопать, супа. Таким налила еще тарелочку, я его уже тут посолила, сейчас еще досолила. У меня тут есть компотик на основе варенья, я хотела сначала сделать этот кисель, потом думаю как-то я много очень выслую, вряд ли я столько киселя сосилю. Ну я сначала решила часть компотика выпить, а потом на половине оставшегося компотика уже кисель сварить. Горячо, плитка остывала, отдавала остатки тепла и он там доходил этот супчик. Что-то блин, сколько не солю, все никак. Ну я понадеялась, что консерва наверняка должна быть подсоленой, поэтому суп изначально не солила. Нас он горячий, я его буду 300 лет есть и в итоге у меня, наверное, и чая не будет вместо. У меня тут есть матэ, подумала из прошлогоднего, вообще вчерашний. У меня есть знакомый анонимус из Латинской Америки, там в том самом месте, где пьют как раз. Матэ, он мне еще сказал, у нас у каждого первого такая колебаса. Кто говорит еще из нас, из Латинской Америки. Ну там какая-то страна, я просто забыла. А потом он все-таки анонимус. А потому пусть будет не какая-то страна конкретная, а просто Латинская Америка. Так вот, я думаю у него спросить, бывают ли у них вчерашние матэ. Потому что я вчера его заварила и что-то как-то это, забыла. Не допила, мне немножко осталось, а долила сегодня воды, так это, глотнула. Ну-ка, как он тут. Ну он уже такой, с полуводянистой горчинкой. Наглые кошки, именно что кошки, продолжают захаживать, пугать Алиску с улицы. Сейчас уже исключительно сосиски. Родственные кошки, там две кошки, которые вообще фиолетово на других кошек. Плюс еще кот, который что-то давно уже не показывается дальше своего там этого домика. Рыжий. И еще кошка, которая один раз пришла, побывала в ведре с водой и больше сюда не ходила. Ну, в смысле, как я ее окунула минуту на две. Нижней частью ведро, где где-то одна треть воды было. Она там посидела, посидела, поняла, что вдруг мокро. Испужалась, я ее погладила и выпустила обратно, она больше не приходила. Она поняла, наверное, что хулиганит плохо. И гонять своих сородичей тоже. Это вот когда в пользу бубенчика на ошейнике. Каментов у меня под какими-то видео. шоу прям такой война миров, шоу бубенчик, убери колокольчик. Это вообще-то бубенчик, убери колокольчик. Кому-то он прям мешал. Но я подозреваю, человек просто физически был морально уставший сильно. Потому что у меня он раньше раздражал шумос, а в это лето вообще как-то фиолетово. У меня тут приезд особенно. У нас это что-то фиговоз. Они жужжат. Муха какая-нибудь жужжит. Вот когда муха на тебя садится, это да, еще раздражает. А когда она просто рядом жужжит, летает, как-то пофиг. Так вот тому человеку явно надо было отдохнуть. Вообще мне прикалывают зрители, которые вот, знаете, еще там какой-то камень. хотят. А потом вдруг начинаешь, типа, а на самом деле я там психолог. От камента к каменту вдруг ты, она уже этот, ветеринар, так думаешь. Прям универсальный человек, столько профессий. А так вот пишут, как самой надо психологу. А ну и к ветеринару. В смысле, что один человек в комментариях может, чтобы только его мнение послушали и сделали, как он хочет. Как бы ему хотелось, чтобы он жил, допустим. И он это свое желание перекладывает, допустим, на меня. Сразу он готов написать в каментах, что он там это. И той профессион, и другой прям спец во всем. А сам сидит с какой-нибудь аватаркой левой. И аккаунта, ноунейм. И там вполне возможно, что вообще не мужчина, а женщина, не женщина, а мужчина или человек пять. Так. Замолосолила я сегодня манку огурцов, но очень можно быть, что она потом в итоге будет просто соленых огурцов, а не малосольных. Еще меня прикалывают люди, которые, допустим, знают, что наша семья занимается пчеловодством с 1929 года. На основе им занимается моя тетя, я как помощь, соответственно продает мёд тоже тетям, и мне с мёда достается мёд. Ну иногда, там где-то раз в год. Спасибо за помощь, монетка. Плюс минут такая определенная. И есть люди, которые, о, ну что, много вы мёда накачали, говорю, ну столько там, вот на продажу пойдет, и где-то через полчаса они сразу пытаются развести на деньги, чтобы я купила неведомую фигню, которая мне нафиг не нужна, чтобы был плюс ей там или какому-то, ну в общем, человеку там едим. Ее знакомой там или еще что-то. Я думаю, блин, в чем логика, ну как бы ты знаешь, что это не я этим продажей мёда и этого занимаюсь. Ну и даже если бы я занималась этой продажей мёда, ты сначала повказывай на каком-нибудь деле, чтобы получить прибыль с него сама, чтобы понять, что это вообще-то тяжело. А уже после того, как повкалывал, включи мозги и поймешь, что как бы нехорошо разводить другого человека на деньги, только потому что вот он что-то где-то там заработал. Заработай сама. И вот, значит, у меня этот человек один тут всплыв в жизни. Думаю, давно не виделись в реале, надо хоть встретиться. А потом меня вдруг, ну думаю, вроде человек изменился, не пытается больше развести на деньги, втюхать непонятно что. А потом вдруг опять всё снова по-новой. Первый раз, первый класс. 125 раз на дню. И уже нет никакого желания встречаться с человеком в реале или там куда-то ехать к этому человеку. Вообще не понимаю таких людей. Я же не пытаюсь никого развести, вот типа вот вы там зарплату получили, да, получили, а купите у меня вот эту неведомую фигню, которая вам нафиг не нужна. И всё это потом предлагается как вот под видом, я хочу тебе материально помочь. Материально помочь это когда тебе кто-то денег даёт, а не когда у тебя эти деньги пытаются выводить. Странным путём. У меня было варенье из черноплодки. Блендер из молотая, черноплодка с сахаром смешанная. Ну блендер с добавлением воды измельчила. Добавила сахар, смешала и проварила. Джем из черноплодки. Это мне детство советовало рецепт. Года три что ли назад. Ну и вот у меня баночку сюда привезла. Она такая вот прям карамелька-карамелька там где вот пустилась. Где сиропчик отдельно вот он прям такой карамельный тянется. И он мне елась и елась, а где-то вот две трети осталось, я думаю. Я делала уже просто на нём как-то компот. Две столовых ложки там где-то на литр разрыла. Довела до кипения и пила. Остудилась она и вкусно было. Тут думаю, а что бы всю банку не уфигачить. Заодно баночка освободится. Оно и вкусно. Более концентрированно сделала. Но даже вкуснее, чем когда я до этого первый раз делала. Но тут я до кипения не доводила. У меня был только что скипевший чайник. В общем, крутым кипятком залила, размешала, крышки покрыла. Оно дошло само. У меня аж тут пишется, да? Пишется. Фух, жарко. Я ещё сейчас переноску кошки зашивала, потому что в этот раз, когда приехала, она меня ещё на подходе к ферме разодрала там с другой стороны и высунула голову. Я боялась, что она вся пролезет, а она там этой головой застряла в итоге. Когда её сюда принесла через Галкинскую садьбу. Спустилась, поставила. Думаю, ну это... Вылезай. Она ни туда, ни сюда открыла ей задницу. Ну, с другой стороны переноска. И она вытащила голову и вышла жопой. Ну, дырочка образовалась в итоге, пришлось зашивать. В прошлом году я с одной стороны разодрала и зашивала, а в этом году с другой стороны. Хорошая переносочка, но кошка балбиска. Фух. Там осадочек пошёл. Вот мой обед. Зрители, я надеюсь, ты пожрал. Спасибо за просмотр. Можешь поддержать канал, где-то тут будет облачко. Или ссылочка в инфобоксе. Я тебе скажу спасибо в титрах. Да, в этих... Ну, где-то там будет сунуто, я всё никак не сделаю. Мне там донатили Оля с Аней. А мне до монтажа всё руки не доходят. Вот им спасибо за донат и тем, кто донатит. Ну и всем пока. Пока-пока.